Все знают, что сахар это сладкий яд, а соль это белый яд. Все врачи сходятся в одном. Повысилось давление, сократите потребление соли. Сегодня мы разберемся, можно ли совсем исключить соль и станем ли мы от этого здоровее. Только ли вредна соль или есть хоть какой-то, хоть маленький плюс. Я расскажу вам основные факты, вы сможете сделать выводы самостоятельно. Я Валерия Изюмова, дипломированный специалист по небедикаментозному становлению здоровья и дипломированный психолог. Я знаю о еде очень много и расскажу и научу вас, как благодаря изменению питания можно восстановить здоровье и изменить свою жизнь. Наша обычная поваренная соль содержит всего два элемента, натрий и хлор. В организме действуют ионы этих элементов, вы это имеете ввиду, а я буду называть их просто по названию элементов. Хлор. Одна из важнейших его функций участия в пищеварении. Хлор помогает вырабатываться соляной кислоте, без него желудок нормально работать не будет. Повышение кислотности приведет к отрыжке с забросом желчи и регулярной изжоги. Но все мы знаем, соляная кислота это аш-хлор, а соль это натрий-хлор. Хлор и там и там. Он также активирует пищеварительные ферменты, способствует перевариванию белковой пищи, обладает антибактериальным действием и стимулирует работу поджелудочной железы. Еще одна функция хлора – участие в газообмене. Хлорид помогает эритроцитам обмениваться кислородом и углекислым газом в легких, ну и других частях организма. Потому что в клетках же происходит тоже газообмен. Кровь – одна из самых стабильных систем в организме. Даже незначительные изменения pH крови создают большие изменения. Если хлора будет мало, то кровь станет более щелочная и разовьется алкалоз. Если хлора будет много, то кровь станет более кислой и разовьется ацидоз. Это два серьезнейших состояния. Даже небольшой сдвиг pH, например, в кислую сторону, заставит вас дышать чаще, появится отдышка. Более серьезный сдвиг вызовет тошноту, рвоту, диарею, головную боль, головокружение, нарушение сознания вплоть до комы, падение артериального давления и нарушение ритма сердца. Представляете? Дефицит хлоридов чаще встречается вместе с потерей натрия. Например, при длительной диарее, рвоте или чрезмерном фотоотделении. Кишечный гриб, длительное пребывание на солнце, использование мочегонных препаратов могут способствовать потере и хлора, и натрия. В случае внезапного, очень высокого уровня глюкозы в крови, например, у людей с диабетом, почки выводят большое количество натрия и воды из организма, что приводит к снижению уровня хлора. Если вы вдруг заметили, что стали чаще вставать ночью в туалет, это может быть признаком начинающегося диабета. Лучше проверьте уровень глюкозы и инсулина. Натрий – второй элемент нашей обычной каменной соли. Чтобы уровень воды в организме оставался стабильным, нашему организму необходим тонкий баланс натрия и калия. Это связано с тем, что вода в нашем организме следует за натрием. Поэтому, если у вас его слишком много, ваше тело будет удерживать влагу. Калий помогает сбалансировать этот процесс. В наших клетках натрий и калий постоянно то входят, то выходят из клетки, регулируя тем самым водный баланс. Не только большое количество натрия задерживает воду и даст вам отеки, но и дефицит калия. Высокое потребление соли повышает кровяное давление, что может привести к сердечным заболеваниям. А высокое потребление калия может помочь расслабить кровеносные сосуды и вывести натрий, одновременно снижая давление, и нашему организму станет легче. Нам требуется гораздо больше калия, чем натрия. Соотношение калия и натрия гораздо важнее подсчета с единой соли. Исследования, проведенные в 18 странах с участием более 100 тысяч человек, показали, что у людей с самым высоким соотношением натрия и калия в рационе риск смерти от сердечного приступа был в 2 раза выше. Можете себе представить. И наоборот, умеренное, даже не сниженное употребление натрия 3-5 граммов в день и высокое потребление калия больше 2 граммов в день ассоциировано с наиболее низким риском смертности и развитием сердечно-сосудистых событий. И тут мы подошли к очень важному элементу. Калий. О нем я уже рассказывала в видео про витамины. Если вы еще не смотрели, где-то здесь будет подсказка или найдете ее внизу в описании. Очень рекомендую. Калий нам нужен в самом большом количестве. Больше ни одного элемента нам столько не нужно. 4-700 миллиграммов в сутки. Но наша обычная соль его не содержит. Он есть в других видах соли. В морской, в гималайской. И если интересен обзор на разную соль, напишите, мы снимем в этом видео. Проанализируйте свой рацион. Достаточно ли калия вы едите? Если нужно видео про продукты, содержащие калий, ну вы уже знаете, что делать. Просто напишите нам об этом. Если вас мучают частые головные боли, возможно у вас дисбаланс электролита. Можно купить дорогой затоник, а можно сделать раствор гималайской соли, выпить его и вам станет легче. Электролиты это как раз ионы калия, натрия, хлора и так далее. Еще электролиты предотвращают мышечные спазмы. К сожалению, поваренная соль слишком очищена и не содержит других минералов. А вот морская соль содержит еще и магний, калий и кальций, которые необходимы для оптимального здоровья. Эти минералы должны поступать из вашего рациона, потому что наше тело не может их вырабатывать. Без достаточного количества электролитов вы можете испытывать нерегулярное сердцебиение, методики, перебои, усталость, тошноту и даже судороги. Соль необходима вашей нервной системе для проведения электрических сигналов, которые позволяют отправлять и принимать сообщения. Благодаря им мы двигаем руками, можем что-то сделать, такое вот осознанное или даже неосознанное действие. Как и в случае с другими функциями организма, ваш мозг требует правильного баланса натрия и других электролитов для нормальной работы. Неожиданно, но электролиты улучшают сон. Они помогают регулировать гормоны, в том числе гормоны стресса. Вы лучше спите, меньше просыпаетесь. Вот если у вас есть проблемы с проводимостью мышц или нарушением электролитного баланса, то соль, содержащая минералы, поможет убрать ночные судороги. Вы будете меньше просыпаться, чтобы растереть ваши затекшие пальцы или руки. Соль одна из самых демонизированных продуктов. Теперь вы знаете, что все не так однозначно. Всем здоровья!